Здравствуйте, друзья! С вами Дрога до Польски. Этим видеороликом я начинаю серию выпусков для уровня А2. И чтобы быть всегда в теме, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Действующая тема, то личба много премьетников родзаю менско-особового или множественное число прилагательных мужского рода множественного числа. Да, вы не ослышались. В польском языке множественное число имеет род. Это те слова, которые показывают живых мужчин и профессии, которые им принадлежат. И мы сегодня будем описывать прилагательными эти слова. Например, свинны, свинни, ведомы, ведоми, червоны, червони, глухи, глухи. Дорогие друзья, у вас может возникнуть вопрос. А что же такое имя прилагательное? Это я вам расскажу сейчас. Это самостоятельная форма речи, которая показывает свойства предмета, цехи предметов. Рост, вес, размер, ширину, высоту, происхождение. И, соответственно, такие слова имеются как в польском языке, так и в русском языке. И склоняются они по тех же принципах. Род, число, падеж. Падеж нам сегодня не важен, потому что мы будем работать в именительном падеже. Род мы уже указали. Это мужской род множественного числа. Ну и число, конечно же, множественное. Для того, чтобы создать форму множественного числа мужского рода в польском языке, используются две концовки. Это И в большинстве случаев и И. В польском языке очень часто выступает такой феномен, как альтернация или чередование. Альтернация, как было сказано ранее, чередование, это когда в процессе изменения форм слов, некоторые гласные или согласные изменяются. Но очень часто правила настолько огромные и настолько большие, что проще просто это выучить как исключение. А теперь мы рассмотрим основные примеры формирования множественного числа, прилагательных в польском языке. Босы, боси. Уысы, лыси. Д, джи. Худы, худзи. Млоды, младзи. СЗ, щи. Песы, piesи. Лепши, лепши. Л, ли. Милы, мили. Шмялы, смяли. М, ми. Лакомы, лакоми. Немы, неми. В, ви. Чекавы, чекави. Ленивы, лениви. Н, ни. Моцный, мощный. Знаны, знані. Жец, жи. Дужи, дужи. Хыжи, хыжи. Сты, щи. Прости, прощи. Твусти, твущи. Иногда альтернація бывает не в конце слова, а в позиции суффикса или даже в середине, в корне. Например. Как говорилось ранее, альтернація или чередование бывают как в случае согласных, так и в случае гласных. И сейчас мы рассмотрим последний пример альтернаций гласных. О изменяется на Э. Весовы, весели. Зменчоны, зменчени. А также используется буква И для того, чтобы создать эти же формы. Например. Г, дз. Дроги, дродзы. Убоги, убодзы. К, ц. Элегански, элегантцы. Высоки, высоцы. Товажиски, товажисцы. Р, рз. Хоры, хожи. Добры, добжи. Ц, ц. Интересуемцы, интересуемцы. Как вы можете видеть, если слово заканчивается на ц или же онцы, менчонцы, интересуемцы, оно не изменяется в случае множественного числа. Как можете заметить, дорогие друзья, очень много букв изменяется по правилам, которые не поддаются логике. Поэтому это лучше изучать на память. Теория – это хорошо, но теорию нужно всегда подкреплять практикой. Поэтому на экране вы видите слова в предложениях, которые нужно будет в комментариях записать в форме единственного числа. Это и будет ваше практическое задание. Ну что, мои дороги, на этом chyba все. Спасибо за внимание. С вами была Дорога до Польски. И я, Пауэл. Па. ПО 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 П